Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет у нас второй расклад, второй прогноз на январь месяц, знак зодиака, стрелец. Рассмотрим основные моменты месяца. Итак, общая характеристика месяца, работа, финансы, личная жизнь. На что нужно обратить особое внимание? Что уходит? Что приходит? Совет для вас. Метафорические карты возьмем на общую характеристику и на совет. Ну и также таро. Общая характеристика месяца, работа, финансы. Личная жизнь. На что нужно обратить особое внимание? Что уходит? Что приходит? И совет вам. Вообще характеристика месяца. Ну, во-первых, в этом месяце вам будет поступать очень много информации. И вы будете также отправлять тоже много информации. Иногда она будет недостоверная, вас могут в чем-то обманывать, что-то приукрашивать. Но в любом случае вы в переписке, в этом перетягивании канатов, вы все-таки одержите победу. И вы знаете, как точно нужно взаимодействовать с теми людьми, с кем вы переписываетесь, с кем у вас идет обмен информацией. Также показывает, что пока вы ищете свой путь, у вас какие-то пустые надежды, вы не видите, по какому пути, по какому направлению сейчас, на данный момент вам двигаться. Все, что связано с работой, у вас идет свобода действий. Также перемены идут в работе, перемены идут в лучшую сторону и связаны все-таки с финансовой деятельностью. Для некоторых работа коллектив является семьей и коллектив достаточно хороший, дружный. Вам нравится находиться, работать там, где вы сейчас работаете. Свобода в работе заключается в том, возможно, у вас есть свободный график. Либо вы свободны своей работе и можете принимать самостоятельное решение. Перемены в любом случае идут в работе, но и они в лучшую сторону, то есть сильно об этом не переживайте. Финансы. Финансы у вас пока не очень хорошо, хотя вы знаете, как ими взаимодействовать, куда, к примеру, вкладывать, на что тратить. Вы всегда знаете, можете сделать верный выбор. Тем не менее, финансы у вас сейчас в не очень хорошем состоянии. И в январе месяце вы, может, начнете что-то изучать. Можете, может, начнете изучать какой-то рынок финансового вложений, каких-то бумаг. Может быть, про биржу будете что-то смотреть. В любом случае, вы будете в январе месяце изучать много информации, связанной с финансовыми вложениями и увеличением своих доходов. В личной жизни. В личной жизни, в общем, неплохо. Но. Вот букет, вроде бы, все хорошо, но внутри кристалл. То есть, все-таки какая-то тяжесть присутствует. Вас что-то в личных взаимоотношениях печалит. Вам не нравится, если женщины смотрят, как мужчина к вам проявляется очень медленно, как бы недостаточно того, чего вы хотите. Давайте я еще личную жизнь посмотрю. Много фантазии. Вы хотите семью, чтобы мужчина наконец-то решился на семью. Это для многих выпадает. Если уже в семье, то мужчина не проявляет к себя, как в семье, как глава семьи. То есть, не ведет себя так. Он как будто, вроде и живет с вами, как будто не с вами. И у вас постоянно идет какой-то выбор. Цикличность. То есть, вас печалит то, что у вас нет стабильности в личных отношениях. На что нужно обратить внимание? Идет заточение. Ну, то есть, вас, скорее всего, в январе месяце какая-то ситуация поставит в рамки. Вы не сможете какие-то действия делать, потому что будете ограничены. А также обратите внимание на общение с детьми. Возможно, какие-то с ними неурядицы. И вам нужно четко поставить с детьми, у кого есть дети, границы. То есть, чтобы ребенок понимал, что можно, что нельзя. Что уходит? Уходит трата денег. То есть, вы много в конце декабря сейчас будете тратить. И в январе все вот это вот, трата денег ваша, она уйдет. Вы очень устали, силы заканчиваются. И это от вас уходит. Также какой-то мужчина был рядом с вами. Вы очень влиятельный человек. Вот он пока на время отстраняется и уходит. Что приходит? Тяжесть. Приходит тяжесть, приходит умеренность. Возможно, вас будут обманывать, хитрить с вами, что-то недоговаривать. И у вас, ваша ситуация, ваши какие-то дела могут встать в умеренность. То есть, движений конкретных не будет. Но к вам будет двигаться еще какой-то молодой человек. Скорее всего, мужчина, которому вы нравитесь. Для многих может быть мужчина младше вас. И вот он будет к вам проявлять какие-то действия. На что нужно обратить внимание? На информацию, которая вам будет поступать, связанная с финансами и с работой. То есть, вы должны все это проверять, достоверность этой информации. Это вам совет. Ну и выходит добро и зло. То есть, стараться принимать все-таки правильное решение. Потому что вас будет то в одну, то в другую сторону тянуть. Ну и также метафорические карты нам подсказывают, что искушение. У вас будет искушение, желание. То есть, скорее всего, вот молодой человек, который к вам движется, у вас будет искушение на отношение с ним. Ну, это здесь уже точного совета вам никто дать не может. То есть, вы сами принимаете решение, что и как вам делать. Но в любом случае, обратите на это внимание. Карты говорят, что к этому молодому человеку вас будет тянуть. Ну, вот так нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.